Привет! Даже дизайн бокалов способен задать особую атмосферу. Напитки в плавящемся стекле добавят небольшую изюминку к мероприятию. В этом случае попытались расплавить целый стол со стульями. Выглядит эта конструкция не очень устойчиво, но беспокоиться за это не стоит, всё работает как надо. Этот снимок выглядит как результат работы в фотошопе, но нет, перед вами так называемое 3D-окно. Представьте, если сделать таких четыре штуки по всем углам комнаты. В факторе эта задумка очень понравилась. Работать гораздо приятнее, если этот процесс проходит на свежем воздухе. И чтобы ноутбук не сел в самый неподходящий момент, его можно зарядить от дерева. Всё ведь так логично, верно? Скейтборды и все производные от них доски очень популярны среди молодёжи, так что пора везде размещать парковки не только для великов, но и для скейтов. Эта фотография была сделана в университетской библиотеке. Благодаря этой задумке студенты могут учиться и тренироваться одновременно. Надеюсь, они предусмотрели ограничения по скорости? Вдруг какой-нибудь гений решит побегать, изучая материал? Из-за такого нестандартного дизайна коробки рука спокойно помещается внутрь. Присылайте по ссылкам в описании под этим видео интересные задумки, которые вы встречали в своей жизни. Всего-то нужно было добавить небольшое окошко в зонт, чтобы можно было видеть, куда идёшь, и при этом оставаться полностью сухим. Эти защитные экраны находятся на ресепшене частной офтальмологической клиники. Пример того, как интерьер подстраивается под бизнес. Нам требуется графический дизайнер. Может, с навыками художника у персонала этой компании так себе, зато с фантазией всё очень даже хорошо. С первого взгляда невозможно различить, что этот охранник не настоящий, а сделан из воска. Зато благодаря фигуре в магазине значительно снизился процент краж. Данным удостоверяю, что вы лично встречались со мной, и что вы сочли меня душевным, вежливым, образованным и юморным парнем. На таких карточках актёр Стив Мартин раздаёт свои автографы. У него всегда есть несколько штук с собой. Горки, установленные в учебном заведении. Они и настроение учащимся поднимают и помогают за пару секунд переместиться на первый этаж. Интересно, а преподаватели тоже ими пользуются? Судя по всему, у сотрудников медицинских учреждений всё в порядке с воображением. Перед вами велопарковка, находящаяся рядом со стоматологией. Для многих студентов учёба – это один сплошной стресс. Именно поэтому во всех вузах нужно ставить такие контейнеры с бесплатной пупыркой, которая успокаивает нервишки. Один производитель техники понял, что батарейки – это уже рудимент. Так что от них пора избавляться. Поэтому он начал выпускать пульты, которые заряжаются при помощи встроенной в них солнечной панели. Желание учиться становится гораздо сильнее, когда педагоги подходят к своей работе с фантазией. Перед вами таблица Менделеева с наглядными примерами того или иного элемента. Вас тоже раздражают медлительные люди на лестницах, когда вы очень торопитесь. Решается это очень просто. Делим лестницу на три части – для тех, кто спешит, тех, кто идёт спокойно и тех, кто залипает в телефон. Для некоторых каждый рейс на самолёте – это испытание для нервов. Поэтому в одном аэропорту есть специальный сотрудник, которого можно потискать и успокоиться перед полётом. Сладкое зачастую очень калорийно, поэтому на стле начали помечать на своей продукции, сколько потребуется времени заниматься спортом, чтобы сжечь калории, которые содержатся в их продукции. Наконец, придумали нормальный способ, как в магазинах перемещаться на эскалаторе с тележкой, а ведь нужно было всего лишь добавить отдельную линию для них. Многим знакома ситуация, когда гаджет садится в самое неподходящее время, а с собой нет провода для зарядки. Кто-то додумался превратить провод в самый обычный браслет, и теперь он всегда будет у вас под рукой, точнее, на руке. Для тех, кому размеры пиццы в цифрах ни о чём не говорят, пиццерия повесила перед кассой пример того, как они выглядят вживую. Тоже вроде бы и простая, но очень полезная задумка. На этом мерном стакане понятно, сколько содержимого осталось внутри, даже когда вы держите его под углом. В магазине техники установили эту миниатюрную локацию не просто так. Самые внимательные уже догадались, что таким образом вы, не отходя от стенда, можете проверить, как снимает камера, которая вам приглянулась. Телефонные автоматы практически исчезли из нашего мира. На замену им пришло новое детище. Автомат, с которого вы можете отправить сообщение. Ещё бы к мессенджерам он подключался, и было бы идеально. Мелкий текст на упаковке – это самый главный враг любой продукции. Поэтому в некоторых супермаркетах для устранения этой проблемы вешают общественную лупу. Кофейня, находящаяся рядом с общественным пляжем, запустила гениальную акцию. Тем, кто соберёт мешок мусора с пляжа, полагается бесплатный кофе. Фактория всегда за подобные мероприятия. Этот знак оповещает, что сейчас вы в безопасной зоне для заключения сделок, о которых вы договорились в интернете. Находится она перед полицейским участком. Мамонтов здесь заскамить не получится. Для тех, кому нужно срочно ответить на звонок, в библиотеке предусмотрели эту будку. Так посетители своими разговорами не будут нарушать тишину. Видели что-то похожее? Присылайте мне свои фото. А это пример того, как интернет-магазин заботится о сохранности своих товаров в пути до покупателя. Благодаря этой воздушной упаковке кепка никак не помялась при доставке. Бутылки для воды, которые университет подготовил своим студентам. Здесь не только указана карта всего студгородка, но еще и обозначены заправочные станции. Одежда для питомцев стала уже обыденностью, поэтому в прачечной решили выделить отдельные стиральные машины именно под одежду животных. Так как наличкой с каждым днем пользуется все меньше людей, а персонал в кафе все так же ждет чаевых, придумали это устройство. Засовывайте сюда свою карту и с нее списывается один доллар. Чтобы лестница не просто так занимала слишком много места в доме, ей придумали еще одно назначение, добавив в ступени такие ящики для всякой всячины. Это карточка посетителя в больнице, действует она ровно 24 часа. К окончанию этого времени вся информация исчезнет и пропуск перестает считаться действительным. Для кухни ежедневно придумывают различные гаджеты и апгрейды. Любители проводить много времени с заготовкой точно оценят такой кран. Этот пешеходный переход загорается, когда к нему в ночное время подходит человек, и каждый водитель издалека видит, что ему пора притормозить. Вам нужно заполнить документы в общественном месте, а вы забыли свои очки для зрения? Здесь позаботились и о таких людях, предоставив им несколько пар на выбор. Школьников сложно отучить от рисования на партах, поэтому в этом учебном заведении пошли по иному пути. Они сделали столешницы, которые как раз и предназначены для рисования. Индикатор, благодаря которому вы будете четко понимать, насколько еще стаканов осталось сока внутри упаковки. Это не просто знак, который предупреждает о том, что здесь только что помыли пол. Снизу из него идет теплый воздух, благодаря которому пол быстрее сохнет. Всем знакомо это чувство, когда ты отправился в путешествие и в какой-то момент захотелось отдохнуть, присев на чемодан. Этот чемодан именно для такого и предназначен. И как мы раньше без него жили! Какой смысл мыть руки в туалете, если вы потом трогаете грязную ручку двери, чтобы выйти? Здесь повесили салфетки именно для того, чтобы открыть с их помощью дверь и оставить свои руки чистыми. Еще одна полезная штуковина для путешественников. Небольшой сейф, в который складывается все самое важное. Паспорт, деньги и украшения. Ваш главный конкурент, если вы намеревались получить халявный кофе за уборку пляжа. Это устройство просеивает песок и собирает из него весь мусор. Дорожная разметка, которая должна сохранить множество жизней, ведь она подсвечивается в темное время суток. Скорее бы технология получила массовое распространение. На случай, когда у вас заняты руки, в этом лифте есть кнопки с этажами для ног. Фактория просит и эту функцию распространить по миру как можно быстрее. Индикатор, который находится на выходе из метро. Здесь все очевидно. Он показывает, если на улице в это время идет дождь. На экране этой духовки указывается время, в которое вы начали готовить. Благодаря этому можно и таймер в принципе не ставить. Если министерство магии существует на самом деле, то эта фотография точно сделана на въезде на его территорию. Ни один магл не проедет. Куртка, благодаря которой остальным участникам дорожного движения гораздо проще распознавать маневры, которые намеревается совершить байкер. Больше не нужно напрягаться и таскать заполненные водой кастрюли от раковины к плите. От этого вас может избавить кран, установленный прямо над конфорками. Так выглядит забота о природе. Кто-то не стал рубить дерево и просто построил свой забор вокруг него. Это ведь и смотрится весьма необычно. В плитку тротуара встроили табличку с картой района. До того, как у каждого в смартфоне появились карты, это было очень даже полезно. А сейчас поможет лишь тем, у кого не оказалось с собой браслета зарядки. Убираем дно из шкафчика над вашей раковиной на кухне, и вся вода с помытой посуды будет сразу стекать в нее. Все ведь так просто! На зубной пасте решили не только указать элементы в составе, но еще и подписать, для чего нужен каждый из них. С продуктами так можно сделать? Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok